привет всем ну что друзья засиделись мы уже в квартирах и погода не радует у нас сегодня дождь посмотрите какой ветер наверное уже не знаете что и готовить что приготовить своим домочадцам и тут вам на помощь конечно же приходит интернет я хочу сегодня вам показать как можно классно приготовить грибы шампиньоны и я хочу сегодня познакомить вас как я ареную эти грибочки просто вы знаете за 10 минут и какие они потом вкуснящие но их можно хранить в холодильнике и дольше конечно но вообще это считается самый быстро приготовленный вот такой вот маринованный гриб и конечно же мы берем шампиньоны шампиньоны лучше всего брать мелкие но у меня вот выбор был небольшой поэтому ну вот лучше конечно вот такие было брать до маленькие есть такие но мне они не попались к сожалению я купила вот обычное количество здесь у меня 650 грамм но вы можете взять грибов столько ровно столько сколько вам хочется количество грибов абсолютно не имеет значения хотите больше большая вас семья надолго хотите приготовить готовьте больше и надолго а сейчас я вам покажу как это все элементарно делается тщательнейшим образом надо грибы вымыть большом количестве воды и грибы средняя я оставила не разрезая ну а вот такие вот большие грибы конечно же желательно разрезать на части у нас выглядят наши приготовленные грибы я их разрезала на 4 части большие маленькие на пополам а совсем малюсенькие оставляла неразрезанные но кому как нравится только учтите что конечно же грибы увариваются и становятся намного меньше и что нам понадобится для того чтобы сделать наши грибы вкусными и замечательными маринованными для маринада вот я взяла лавровый лист гвоздику черный перец и душистый перец и чеснок кстати вы знаете лавровый лист у меня свежий видите здесь в англии лавровый лист растет везде в лесу то есть просто идете и срываете его моете и используете замечательно ну а у вас естественно сухой нет проблем дальше у вас должна быть под рукой соль 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 обязательно только обычная поваренная соль можно мелкую можно крупную но вот не такую розовую соль конечно использовать нельзя или морскую соль и иудированную соль это ничего не подходит обычная поваренная соль нам также понадобится сахар нам понадобится яблочный уксус у меня вот написано сидр вениго он душистый он конечно замечательный но если у вас нет яблочного уксуса используйте обычный 9 процентный без проблем или 6 процентный или можете даже использовать уксусную кислоту но только надо знать сколько ее добавлять так давайте я вам все расскажу по порядку мы берем большую емкость какую-то 2 литра воды я опускаю лавровый лист перец душистый и обычный черный горошком и к гровозди чку я нарезаю крупно чеснок и знаете что еще иногда я чеснок даже и не чищу потому что так или иначе он душистый и он главное для нас чтобы он отдал свой дух в наш маринад с грибами а есть его как-то не предполагается поэтому не бойтесь не заморачиваться можно и не чистить даже эти дольки чеснока бросала бросила я три дольки чеснока естественно вода у нас кипит как вы видите да дальше мы должны на 2 литра нашего раствора высыпать вот я высыпала ложку столовую соли и не полную ложку столовую также сахара я уверена что нам придется добавлять еще но вы знаете лучше если мы это сделаем позже а сейчас вот только так и дальше я опускаю все наши приготовленные заранее грибы тоже в этот кипяток грибы порезанные замечательные наши шампиньоны мы теперь должны дождаться когда наши грибы закипят вот наши грибы уже закипели и я им дам еще покипеть наверное минут десять в этой подсоленной воде со специями и дальше что мы делаем сейчас вам расскажу ну во первых они же уже как вы понимаете прокипели поэтому я могу попробовать пробуйте на вкус прежде всего попробовали на вкус и вы сразу можете ощутить хватает ли у вас соли хватает ли у вас сахара поначалу это так ну опять же я еще раз повторяю если вы хотите чтобы они были просто на день-два и их съесть то тогда конечно соли много класть не надо лучше соли класть по вкусу вот у меня как раз вот ложка на два литра получилось вполне нормально и пол ложки сахара я думаю что сахар я добавлю еще немножко но сначала мы дождемся когда я буду добавлять уксус я представляете друзья какая у нас погода за окном дождь льет как из ведра пока мы ждем чтобы закипели наши грибы я еще хочу вам показать посмотрите у меня цветы полевые я поставила в вазу и они как-то здорово украшают хотя это самые обычные колокольчики я нарвала их даже не в лесу вы не поверите а просто у себя вот там вот возле моего входа у меня там есть немного колокольчиков и они прекрасно стоят эти тоже такие даже на стене они там у нас растут и вы знаете насколько украшает и радует все-таки свежие вот наши грибы прокипели 10 минут я думаю что уже им и хватит что я делаю теперь самое главное смотрите я конечно же выключаю газ в кипящую воду не стоит добавлять уксус потому что как вы понимаете он выветривается и дальше мы должны добавить уксуса надо добавить яблочного уксуса две столовых ложки добавляю две столовые ложки уксуса либо яблочного либо обычного столового уксуса и что мы делаем опять правильно мы опять пробуем на вкус друзья ну вот я попробовала вы знаете и на мой вкус я бы еще немного добавила уксуса эти что-то я попробовала попробовала и решила еще немного соли добавить еще пробую здесь самое главное конечно же чтобы вы сделали это на свой вкус но не забывайте что если вы совсем сильно не до солите или если вы допустим положили меньше уксуса чем вообще-то нужно но тогда у вас будут грибы пресные потому что они же все таки еще отсюда заберут и соль и кислоту и как мне объяснял один мой знакомый шеф-повар даже не бойтесь если вы немного пересолите вы всегда можете добавить чуть-чуть сахару и сахар он нейтрализует сильно соленый раствор имейте это ввиду но конечно же лучше все таки с солью не перри не переусердствовать ну вот путем нескольких проб я добилась именно такого вкуса который мне очень понравился и сейчас мы просто что делаем раскладываем по баночкам но там еще одна есть у нас такая вот маленькая хитрость смотрим дальше мы выкладываем в предварительно подготовленную банку наши вот эти вот отваренные грибы но я видите их до сюда положила но у меня здесь еще сока нет что я дальше делаю я отдельно в маринад горячий тоже добавляю оливковое масло ну или подсолнечное друзья никаких проблем не будет добавляю его очень щедро вот так тщательнейшим образом я перемешиваю масло и маринад и выливаю это в наши грибы вот таким вот образом и у нас получается вот такая вот банка с грибами залитая маринадом который добавлено подсолнечное или оливковое масло и теперь вы ваши грибочки плотно закрываете и и отправляете их в холодильник часов шесть-двенадцать эти грибы должны постоять насытиться маринадом пропитаться шикарно всем вот этим нашим раствором и на следующий день вы достаете ваши грибочки из холодильника выкладываете в красивую посуду пожалуйста добавляете лучок я уже масло не добавляю потому что его у нас было достаточно в том маринаде и у вас ваши прекрасные вкуснейшие грибы на закуску готовы всего вам доброго приятного аппетита погода да погода конечно у нас сегодня не для прогулок дождь третий день я с вами успела сходить когда было двадцать два градуса показала вам лес а сейчас упала температура до плюс двенадцати и дождь третий день и ветрища так такая погода у нас здесь в Англии но никого вы знаете этим наверное и не удивишь такой погодой это чисто английская погода показываю вам снова свою комнату кое-что и знаете еще что вот нашла старый свой портрет я о ней забыла совсем и случайно нашла и она как-то меня она уже выцвела практически но знаете как там говорится вы знаете у нас интересно когда ты молоденький и фотографируешься тебе показывают твои фотографии тебе кажется ой да ну что-то не то и в общем-то совсем ты какой-то страшный здесь и фотография неудачная а потом проходит энное количество лет и вы знаете и вы находите свою фотографию где вам двадцать и думаете боже мой какая красотка пушистенькая сколько волос много какая интересная фотография так все меняется с возрастом так что хочу сказать я эту фотографию вам показываю потому что я хочу ее нарисовать и наверное скоро это сделаю и тоже вам покажу как это будет выглядеть еще раз цвела моя белая орхидея посмотрите тоже кто помнит я показывала вам какая она у меня огромная была в прошлом году и какая она маленькая и даже я опять умудрилась вот одну поворачивала и обломала она такая хрупкая и одну палку с цветами я обломала ну вот то что я уезжала в Таиланд и она у меня долго стояла неухоженная наверное подзасохла осталось совсем даже у нее немного там и листиков видите но тем не менее цветет красавица надеюсь что она у меня не сгинет в идее вы да я знаю